Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре. Проведу его я, Ольга Владимировна Карацуба, ведущая методист Центра начального образования и издательства Просвещения. Тема нашего вебинара – взаимосвязь ВПР с международными исследованиями. Соответственно, мы будем рассматривать с вами предмет «Окружающий мир». Но вначале мне хотелось обратить ваше внимание на официальное письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 мая 2020 года. В этом письме говорится о том, что учащиеся 5-х и 9-х классов будут участвовать в мониторинге, то есть писать непосредственно всероссийские проверочные работы. Но хочу обратить ваше внимание, что для обучающихся 5-х классов дети пишут работы по материалу 4-го класса. По учебным предметам – это русский язык, математика и, соответственно, окружающий мир. Далее на слайде вы видите приказ от 5 августа 2020 года за номером 13404. В этом приказе я тоже хочу обратить ваше внимание на то, что, говорится, необходимо провести всероссийские проверочные работы в сентябре-октябре 2020 года в качестве входного мониторинга. Вот это официальные письма, которыми мы руководствуемся при проведении всероссийских проверочных работ. Но тема нашего вебинара такова, что нам сегодня с вами нужно провести параллель между международными образовательными, международными исследованиями и непосредственно самими заданиями всероссийских проверочных работ. И вот вы видите вопросы, которые мы сегодня рассмотрим. Это международные образовательные стандарты и международные исследования в контексте современного образования. Соответственно, рассмотрим с вами модели заданий ТИМС и ПИРС и как они взаимосвязаны с ВПР. Немного практики будет, потому что все-таки это онлайн у нас с вами мероприятие. И, соответственно, завершим мы обзором полезной информации. Итак, уважаемые коллеги, да, еще я, простите, пожалуйста, вернусь к предыдущему слайду, к официальным письмам. Наверное, вы увидели в левом верхнем углу название сайта, где вы можете их посмотреть, скачать. И, соответственно, где можно скачать материалы, сами образцы всероссийских проверочных работ. Итак, на мировом форуме образования в 2015 году международным сообществом обозначены три группы важных для человека навыков. К ним относят, во-первых, базовые навыки или, как мы говорим, функциональная грамотность, которая непосредственно включает в себя читательскую, математическую, естественно, научную грамотность, ИКТ-грамотность, финансовую и культурную и гражданскую грамотность. Далее, компетенции, понимаемые как способность учащимся решать нетипичные задачи в ситуациях, которые отличаются от учебных, и среди которых выделяется так называемый 4К. Это коммуникация, креативность, кооперация и критическое мышление, соответственно. И это личностные качества, которые определяются как способность учащихся справляться с изменениями, происходящими в окружающей среде, в ситуациях, которые отличаются от учебных, особое значение среди которых придается таким качествам, как любознательность, инициативность, настойчивость, способность адаптироваться в обществе, к изменению происходящим в обществе, соответственно, это лидерские качества, социальная и культурная грамотность. В мире существует организация экономического сотрудничества и развития. Остальное, вот вы видите, читайте, пожалуйста, самостоятельно по слайду, что это за организация, когда была образована. Но мне бы хотелось сейчас заострить именно на цели, вернее, на основной миссии этой организации. Это прежде всего содействие экономическому росту стран-членов, как раз-таки организации экономического сотрудничества и развития, повышению их вкладов в глобальный экономический рост, соответственно, и развитие. Наверняка у вас вопрос, как эта организация связана с образованием. Как раз-таки в модели образовательных результатов, которая разработана организацией экономического сотрудничества и развития, вы видите, модель образовательных достижений 20-30, выделяют систему знаний, умений и отношений. Три вот таких позиции, которые создают основу образовательных результатов. Соответственно, знания, да, это предметные и метапредметные, соответственно, это умения, да, и, конечно же, это компетенции, да, компетенции, как способность актуализировать, мобилизовать имеющиеся знания, чтобы они не лежали просто мёртвым грузом, пластом таким, да, умения отношений и ценностей, проявлять рефлексивный подход к процессу обучения. И это, конечно же, это возможность взаимодействия и возможность действия. И, соответственно, это действия, то есть это стратегии поведения, демонстрирующие способность действовать в различных неучебных ситуациях. Теперь, уважаемые коллеги, немного обратимся к международным исследованиям. Естественно, мы о них уже много говорим, наши дети в них участвуют. Ну, давайте вот вместе с вами сейчас актуализируем некие знания. Вы видите, международные исследования, это PIRS, мониторинговое исследование. Соответственно, нужно для того, чтобы промониторить, как наши дети освоили основы чтения. Вы видите две цели, да, в этом исследовании преследуются этим исследованием. Исследование – это приобретение читательского литературного опыта и освоение и использование информации. Участвуют, конечно, в этом исследовании и наши четвероклассники, да, вот четвёртый класс. Проводится это исследование раз в пять лет. Следующее – исследование TIMSS. Вы видите, в исследовании TIMSS участвуют учащиеся четвёртых, восьмых и одиннадцатых классов. Проводится это исследование один раз в четыре года. И это исследование тестируют, как наши дети освоили основы математики и, естественно, научных предметов. И исследование PISA. Тоже хочется заострить ваше внимание на этом исследовании. Значит, цель этого исследования – как раз-таки мониторинг сформированности функциональной грамотности. А вот в PISA участвуют 15-летние подростки. Но я думаю, что нам всё-таки результаты этих исследований важно, важно нам тоже обращать внимание на результаты этих исследований. Так вот, как раз-таки международные исследования PISA осуществляются организацией экономического сотрудничества и развития. А исследования PIRS и TIMSS осуществляются международной ассоциацией по оценке учебных достижений. Ну вот мы говорили с вами о функциональной грамотности, да, PISA, PISA, вернее, проверяет функциональную грамотность. И, соответственно, вот как раз-таки то, что она в себя включает, ещё раз хочу заострить ваше внимание. Это читательская, математическая, естественно, научная грамотность, финансовая, это глобальные компетенции и ИКТ-грамотность. Мы с вами говорили об организации международной ассоциации по оценке учебных, международной ассоциации по оценке учебных достижений. Вот вы видите председателя этой организации, ГИРК, Хастет, да, это независимая международная ассоциация национальных научно-исследовательских институтов и государственных научно-исследовательских учреждений. У нас же, в свою очередь, у нас исследованиями занимается Центр оценки качества образования. Руководитель этого центра Галина Сергеевна Ковалёва. Существует он с 1994 года. Теперь, уважаемые коллеги, к результатам исследований PISA, в которых участвуют 15-летние учащиеся. Посмотрим с вами по читательской грамотности. И обращаю ваше внимание, что это результаты. Они выложены на сайте. Вы также можете более подробно их изучить, если у кого-то из вас возникнет интерес. Центр ОКО, да, или вот вы можете на этот сайт выйти по ссылочке, которая размещена на слайде в правом нижнем углу. Я думаю, за это время вы уже успели прочитать определение, что такое читательская грамотность. И обратить внимание на результаты. Российская Федерация на 31 месте. Мы видим, что средний результат наших подростков составляет 479 баллов. Это ниже среднего результата для учащихся, которые входят в организацию экономического сотрудничества и развития. То есть, которые участвуют в странах ОССР. И если мы сравним предыдущие результаты, вернее, результаты 2018 года с предыдущими, то мы увидим, что выявлено снижение этих результатов на 16 баллов. И этот слайд наглядно демонстрирует основные проблемы читательской грамотности, которые проявляются в пятом классе. То есть, на что как раз-таки нам надо, как учителям начальных классов, обратить внимание. На что? Что не могут наши дети? Какие проблемы? То есть, это неумение найти место конкретной запрашиванной информации. То есть, они не могут определить необходимую часть текста. То есть, тут часть текста, в которой содержится конкретный ответ на вопрос. По сути, это видеть информацию в явном виде, представленном в тексте. Дальше. Трудности в использовании синонимичного ряда. То есть, например, если в вопросе используется синоним, это уже наших ребят затрудняет. То есть, они ищут конкретное слово в тексте. Неумение вычленять две или более единицы информации в разных частях текста. А также сложность с актуализацией таких умений, как самостоятельно истолковывать информацию, находящуюся в тексте. Что делают наши дети? Они не перефразируют, они не говорят своими словами. Они просто берут и переписывают эту информацию. Ну и, соответственно, формализм в выполнении заданий при заполнении нескольких полей. Заполнил и заполнил. А правильно, неправильно. Главное, заполнил. Так, следующие результаты. Посмотрим ПИЗа по математической грамотности. В 2018 году средний результат наших учащихся составил 488 баллов. Это практически не отличается от средней успешности учащихся других стран. Вы видите, что 489 баллов. Так как приблизительно средний результат других стран. Однако, если мы посмотрим на диаграмму и сравним с предыдущим годом, тоже видим, что есть небольшое снижение. И, естественно, научная грамотность. Средний балл российских учащихся составил 478 баллов. Соответственно, это 33 место в результатах, в таблице мы видим. И если мы сравним с предыдущим годом, то мы посмотрим, что практически результат остался на том же месте. То есть, есть, конечно, падение в 9 баллов, но это незначительно. Теперь к результатам тех исследований, в которых принимают участие наши ребята. Результаты 2016 года, начиная с 2003 года, наши школьники принимают в исследованиях ТИМС. Соответственно, принимают также в исследованиях ПИРС. Но вот вы видите, уже сделали для себя, конечно, результат, что в исследованиях ПИРС по 2016 году наши ребята на первом месте. И, соответственно, если с вами мы внимательно посмотрим, то сделаем вывод, что с 2001 года низкий балл составил 16 баллов. И уже в 2016 году низкий уровень мы видим всего 5 баллов у наших учащихся. То есть, достаточно заметный скачок. А высший балл наши ребята показали в 2016 году, вот видите, 26. В 2001 году 3. То есть, мы можем сказать, что в 10 раз сначала исследованием, как наши дети начали принимать участие в этих исследованиях, практический результат улучшился в 10 раз. Да, это, конечно, нас с вами радует. Математика. По математике наши дети на 7 месте. И, соответственно, по естествознанию, по результатам 2016-2015 года наши дети на 4 месте. Тоже неплохие результаты показывают ребята. Соответственно, международные исследования в контексте российского образования. Здесь хочу сделать упор на указ президента Владимира Владимировича Путина 7 мая 2018 года, что правительству Российской Федерации поручено как раз-таки обеспечить конкурентоспособность российского образования и войти в десятку ведущих стран мира по качеству образования. И из государственной программы развития образования на 2018-2025 годы цель этой программы, вы видите, качество образования характеризуется как? Это сохранение лидирующих позиций Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и понимания текста ПИРС, а также в международных исследованиях математического и естественно-научного образования, это ТИМС, и повышение позиций в международной программе по оценке образовательных достижений, это ПИЗА. Ну и, уважаемые коллеги, возвращаемся к нашей начальной школе. Формируем тоже мы с вами функциональную грамотность в начальной школе, читательскую, сетоно-научную, математическую, орфографическую, соответственно, и финансовую. Есть у нас в издательстве, вышли новые пособия для формирования финансовой грамотности, ну и, конечно, ИКТ-грамотность непосредственно на уроках. Результаты международных исследований ТИМС. Говорим мы сегодня об области естествознания, да, поэтому более подробно рассмотрим сейчас мы с вами эту область. Вы видите, что начало исследований с 2003 года. Впервые наши ребята приняли участие. И мы можем сделать вывод, что результаты наших учащихся постоянно возрастают. Это радует. Теперь давайте мы с вами посмотрим на содержательные блоки и на виды познавательной деятельности. Итак, содержательные блоки, вы видите, это, соответственно, биология, это физические науки, физика и химия, и это география. Соответственно, виды познавательной деятельности, знания, применения и рассуждения. Итак, вот вы видите, наши ребята показывают, какие результаты по биологии. По биологии мы можем сказать, что чуть выше среднего значения. По физическим наукам среднее значение, а вот география мы видим ниже среднего. Таковы результаты. По видам познавательной деятельности, знания фактического материала выше среднего. Ребята наши демонстрируют вот такие знания, да, применение средний результат. И, к сожалению, результат снижен там, где необходимо детям объяснять и выстраивать самостоятельные суждения, да, формулировать гипотезу, исследование. То есть это вот методологические умения. То есть вот рассуждения у наших детишек западают. Результат ниже среднего. И ТИМС проверяет элементы содержания, конечно же, значимые для начального образования. И вот на этом слайде как раз-таки вы видите, они перечислены, элементы содержания в области биологии, в области физических наук и в области географии. Я думаю, вы уже успели прочитать, да, то, что проверяют, какие элементы содержания проверяют ТИМС. И сделали для себя вывод о том, что большая часть материала представлена в наших учебниках. И, соответственно, мы понимаем, что авторы также заложили в содержание и различные задания, и различный текстовый материал, иллюстративный материал, и различные схемы для того, чтобы различные факты представлены также, достоверные, вернее, даже надо сказать, факты представлены в материале для того, чтобы формировать необходимые умения у младших школьников. И в учебниках в окружающем мире дети наши знакомятся с началом естественных наук. Затем этот материал в основной школе они будут изучать на разных предметах, да, это и химия, и биология, и география, и астрономия, и физика. И, соответственно, в начальной школе нам необходимо вызвать интерес у детей к изучению этих наук, грамотно изложить материал простым, доступным языком для детей, но в то же время, чтобы этот материал был научным. Поэтому, конечно, все это наши авторы учитывали при создании наших учебников. Теперь, уважаемые коллеги, мне бы хотелось обратить внимание, да, и почему вот именно к учебнику я так перескочила, да, с международных исследований. То есть хотелось в нескольких словах, конечно, показать, что необходимый материал в учебниках заложен. А нам нужно только уметь увидеть его, да, и, соответственно, использовать активно при проектировании своих уроков. Теперь, уважаемые коллеги, давайте мы с вами обратимся к моделям заданий, которые предлагаются в международных исследованиях. Рассматриваем с вами ТИМСы сейчас. Вот вы видите задание, формулировка «Земля — это планета, которая движется по орбите вокруг Солнца». В задании также представлена схема, то есть, да, и непосредственно задачная формулировка, что необходимо детям сделать. «Напиши название двух других планет, которые движутся по орбите вокруг Солнца». Вот такое задание. Понятно, что это задание из области, то есть, содержательная область — это география. Задание простое. Задание проверяет знаниевый компонент. Вы видите, что с этим заданием справились 77% российских учащихся. Средний результат по странам составляет 55%, максимальный — 81%, а минимальный — 9%. Задание проверяет умение приводить примеры названий планет Солнечной системы. И наши ребята показали достаточно неплохие результаты, да, из курса «Окружающий мир», в рамках которых и как раз-таки дети изучают строение Солнечной системы. Следующее задание мне хотелось показать уже из области биологии, да, содержательная область биологии. И вы видите, что это задание на применение. Само задание «Денис хочет избавиться от пауков в своём саду». Марат сказал ему, что это плохая идея, потому что пауки важны для окружающей среды. Почему важно, чтобы в саду были пауки? Детям необходимо записать одну причину. Вы видите, что уровень достижений высокий. По России наши ребята справились до 82%. Видите, средний результат — 54%. В задании детям необходимо было применить знания о взаимосвязи в природе на примере простых пищевых цепей, а также указать одну причину, которая иллюстрирует важную роль пауков в саду. И вот следующее задание. Я взяла его из исследований 2011 года. Ведь содержательный блок — это физические науки, вид деятельности, рассуждения. То есть непосредственно говорится, что ребята проводили опыты. У Лизы, вернее, да, есть два магнита. Вот она их подвигала, то есть проводила опыт, двигала к гвоздю, пока гвоздик не притянулся к магниту. И в результате, что Лиза обнаружила, что магнит А притянул гвоздик с расстояния большего, а магнит Б притянул с меньшего расстояния. И, соответственно, Серёжа сказал, что оба магнита одинаково сильны. Верно ли, ответил Серёжа. И вот детям необходимо отметить и объяснить свой ответ. Данное задание проверяет умение анализировать результаты опыта, находить ошибку в формулировке вывода на основе опыта и, соответственно, обосновать свой ответ. И результаты по России, какие детки наши показывают, вы видите, 27%. Но понятно, что нам с вами надо обратить внимание как раз-таки на такие виды задания и использовать содержание учебника максимально продуктивно. Давайте теперь мы с вами сейчас посмотрим в учебнике и попробуем как раз-таки определить задания по виду познавательной деятельности. Вот тема «Воздух и его охрана». Задание в рабочей тетради, где ребятам необходимо при помощи учебника подписать на схеме, какие газообразные вещества входят в состав воздуха. Так, что делает ребёнок? То есть это задание мы можем предложить ему выполнить самостоятельно, либо мы можем... Да, и это задание как раз-таки проверяет знаниевый компонент. Так, задание номер два. По результатам исследований заполни таблицу. Мы прекрасно понимаем, что это задание будет заданием на рассуждение в том случае, если действительно исследования будут проведены, и ребёнок самостоятельно запишет выводы. И следующее задание, также номер четыре, где непосредственно ребёнок работает с текстовым материалом, да, читает информацию, представленную в тексте, под названием «Воздух, защитник живого» и выполняет задание. Это задание тоже на рассуждение. Какие умения у ребёнка при этом формируются, когда ребёнок выполняет данное задание? Умение обобщить информацию, правильно установить причинно-следственные связи и привести доказательства. Так, дальше, следующее. Опять-таки давайте с вами смотрим примеры внимательно. Тема четвёртый класс, планеты солнечной системы, рабочая тетрадь. Ребята актуализировали имеющиеся знания, приобрели новые знания, и вы предлагаете такое задание достаточно интересное, где детям необходимо найти название планет. И задание номер четыре. Где детям предлагается научиться узнавать планеты по фотографиям. Ну, понятно, что это знаниевый компонент. Узнавать по фотографиям. То же самое. Узнавать, находить знакомые им планеты. Это знаниевый компонент. Задание номер пять. Когда дети работают со схемами, когда дети самостоятельно дорисовывают схемы и подписывают, это задание на применение. И задание рубрики «Обсудим» достаточно интересное. Мы можем использовать его в начале урока как проблемную ситуацию. И данное задание на рассуждение. Потому что детям предлагается внимательно изучить данные, представленные в этом задании, и на основе этих данных дать объяснение. По сути, не зная еще материала, дети как бы делают прогноз в своем объяснении сначала. Ну, а потом, конечно, они уже обращаются непосредственно к материалу в учебнике и либо подтверждают свои предположения, либо, наоборот, опровергают свои предположения. Дальше, следующее, уважаемые коллеги, переходим к читательской грамотности. И мы с вами понимаем, что если мы научили ребенка читать, если мы научили ребенка понимать смысл прочитанного, это уже огромное дело сделали мы. Потому что читательская грамотность, успешность учебной деятельности. Дети читают у нас буквально на всех предметах. Результаты исследований мы с вами вначале, когда я говорила о том, уже немножечко рассматривали касаемо как раз-таки достижений наших ребят. Но еще давайте обратим с вами внимание на результаты. Вот вы видите, литературные тексты и информационные тексты. Наши дети показывают хорошие знания при работе с этими текстами. И также ребята хорошо справляются и находят информацию и делают простые заключения. Вот видите, 581 балл. И интерпретируют, интегрируют и оценивают содержание и форму текста. Откуда берутся хорошие читатели? Как раз-таки данный слайд иллюстрирует ответ на данный вопрос. Хорошие читатели, соответственно, любят читать. Они уверены в своих силах и прекрасно чувствуют себя на уроках. И мы понимаем, что хороших читателей готовят с детства. То есть уже в семье закладываются некие азы, когда ребёнок видит, что папа, мама читает, когда дома есть большая библиотека, когда ребёнок проявляет интерес, а родители поддерживают этот интерес. Конечно, когда ребёнок не умеет читать, родители читают детям сначала, рассматривают вместе картинки, обсуждают вместе прочитанное. Хорошие читатели посещают хорошо оснащённые школы с высокой степенью направленности на успешное обучение. И хорошие читатели растут в хорошей образовательной среде. Теперь с вами обратим внимание на 4 группы читательских умений, которые проверяются как раз-таки в ПИРС. Это нахождение информации в заданном явном виде, это умение делать умозаключения, формулирование выводов, это интерпретация и обобщение информации, анализ и оценка содержания языковых особенностей и структуры текста. Рассмотрим с вами примеры заданий из непосредственно тех, которые представлены в ПИРСе. Я взяла информационный текст. Всё-таки окружающий мир. Дети наши больше работают с познавательными текстами, из которых вычленяют нужную информацию. И вот давайте обратим внимание на тот текст, который предлагается учащимся. Вы видите, Леонардо да Винчи. Вот визуально на него посмотрев, сразу можно сделать вывод о том, что текст какой? Объёмный. Текст ещё какой? Не сплошной. То есть он что содержит? Рисунки, схемы. А это, соответственно, может затруднять восприятие информации, представленной в тексте. Какое умение проверяю? Первое, давайте мы сейчас с вами рассмотрим результаты. Умение найти в тексте информацию, изложенную в явном виде. Как наши ребята справились с этим умением? Вы видите, что 80% российских учащихся правильно ответили на поставленный вопрос. Обратим внимание на трудности при ответе, на которые читатели актуализируют умение находить в тексте информацию, сообщённую в явном виде. Вот как раз-таки вы видите, это объём текста, который надо вспомнить или перечитать при поиске ответа. Наличие или отсутствие точного указания, где именно, в какой части нужно искать ответ. Зачастую мы просто говорим, допустим, задаём вопрос и направляем ребёнка, обратите внимание, второй абзац, например, или в третьем абзаце содержится эта информация. Конечно, таким образом мы облегчаем детям задачу. Совпадение словесной формулировки и искомого ответа. То есть это как раз-таки те синонимические замены, с которыми возникают трудности у наших учащихся. И наличие или отсутствие читателя в установке перепроверять, доказывать свой ответ по тексту. Ребёнок зачастую может дать ответ на вопрос, исходя не из текста, а из своего жизненного опыта. А это, конечно, уже будет ошибка. И сразу параллельно, коллеги, я обращаю ваше внимание, демонстрирую как раз-таки те задания, которые представлены в окружающем мире на формирование данного читательского умения. Вот, например, тема «Явление природы». Дети знакомятся с темой «Работают с иллюстративным рядом» или «Воздух и его охрана». Опять-таки мы видим и схемы различные, представленные в учебниках. Конечно, дети и со схемами работают, и с таблицами наши дети работают. То есть учатся воспринимать информацию, представленную в разном виде. И как раз-таки вопросы, на которые отвечают дети, помогают обратить их внимание на существенные детали и выбрать нужную информацию. Следующее умение, которое проверяется в пирсах, это делать простые умозаключения на основе информации, изложенной в тексте в явном виде. Как справились наши учащихся? И вот тут ещё хочется обратить ваше внимание, что, отвечая на этот вопрос, читателю необходимо не просто пересказать фрагмент текста, а нужно установить связь между текстовыми сообщениями и вот конкретно того текста записными книжками Леонардо и их ценностью для нас. Вот вы видите, что задание оценивается двумя баллами. Один балл за выполнение этого задания получили 59 российских учащихся. Средний балл составил 46%. Нет, коллеги, простите, это задание оценивается в один балл. Так, теперь обратим с вами внимание на трудности. На трудности. Какие трудности у детей? Наличие или отсутствие установки на связывание отдельных единиц информации в единое целое. И на самостоятельное восполнение зазоров, которых не может быть в тексте. То есть отсутствуют такие слова «по этому» и так далее. Дальше. Сформированность умения не только понимать мысли других людей, которые выражены в письменной форме, но и выражать свои собственные мысли при помощи письма. То есть формулировать свои мысли на письме. И сформированность умения находить в тексте информацию, которая изложена в явном виде. Понятно, что это базисное умение. И если оно сформировано недостаточно, то, конечно, читателю очень трудно и практически невозможно ответить на поставленный вопрос. И обращаемся к страничкам учебника. Я привела пример из второго класса. Тема «Что такое экономика?» Соответственно, в данной теме дети узнают значение слов экономика, учатся называть составные части экономики, объяснять их взаимосвязи. И после этого учащиеся должны сделать вывод о том, какие отрасли экономики работают, чтобы мы могли утром выпить стакан молока. И объяснить, как взаимосвязаны отрасли экономики. Следующее умение – интегрировать и интерпретировать идею и информацию текстом. Данное задание оценивалось двумя баллами. 38% российских учащихся получили наивысший балл. По сравнению с международным мы видим 47%. Международное значение чуть выше. И в этом задании детям необходимо было привести примеры из текста. И, соответственно, дети, если ответили частично, то вот вы видите, получили 1 балл 59% российских учащихся. Давайте посмотрим, какие трудности наши дети испытывали при выполнении данного задания. Это наличие или отсутствие установки на полное понимание текста. Соответственно, мы видели, какой текст. На постоянный мониторинг полноты и точности своего понимания. Вот как раз-таки нам с вами надо на это обратить внимание. Когда мы приучаем маленьких читателей не оставлять без обдумывания ни одно сообщение текста. И необходимо сформировать у детей привычку постоянно останавливаться и спрашивать себя, «А правильно ли я понимаю то, что прочитал?» И, конечно же, эту привычку нужно формировать на ранних этапах обучения. Дальше. Ещё необходимо также обращать внимание детей на непонятные слова. То есть научить надо ребёнка задумываться о значении слов, казалось бы, известных на наш взгляд. А для ребёнка это слово неизвестно, непонятно. И нужно приучить ребёнка, чтобы дети действительно либо самостоятельно в словарях искали информацию о толковании данного слова. Что означает это слово? Тогда понятно, что и вес текст, если будут понятны все слова нашим детям, то и вес, и смысл текста также будет понятен ребятам. Дальше. Сложность операций, которые необходимы для того, чтобы интегрировать, интерпретировать сообщения текста. И, соответственно, сформированность у детей, умение находить тексту информацию, которая представлена в явном виде, и делать простые умозаключения на основе этой информации. И опять обращаемся к страничкам учебника. Соответственно, над формированием данного умения также мы работаем. В содержании учебников заложено интегрировать, интерпретировать идеи. То есть дети у нас постоянно работают с разными источниками информации. Они преобразовывают информацию из одного вида в другой. И, соответственно, наши дети составляют план рассказа и плюс, что они делают, пересказывают. Мы учим пересказу подробному, сжатому пересказу. Это уже, понимаем, интерпретация идет. Дальше. Наши дети сами составляют сообщения. На примере, конечно, который представлен в учебниках, но при этом они работают еще и с дополнительными источниками информации. То есть потенциал непосредственно для формирования данного умения в учебниках содержится. Или же, например, дети изготавливают модели. Или, например, работают с дополнительным источником информации. Сами изучают непосредственно какие-то факты. В данном случае о звездах, о полярной звезде. А затем учатся практическим действиям. Выходят и эту полярную звезду пытаются вместе с родителями найти на звездном небе. Ну и бесспорно по формированию данного умения особую роль мы отводим проектной деятельности. Проекты широко представлены и в УНК «Школа России», и в УНК «Перспектива». Следующее. Умение оценивать содержание и форму текста. С этой задачей успешно справились 84% российских школьников. И средний показатель мы видим по странам – это 69%. Трудности давайте посмотрим. Какие трудности? Во-первых, это наличие или отсутствие непосредственно у ребенка установки на форму текста. И, конечно, сказывается привычка обращать внимание на какую-то деталь формы, да, как несущественный элемент. Далее, это знание об элементах формы текста, причем как информационного, так и художественного. Это эмоциональная и когнитивная сложность элементов содержания, в которых представлены сообщения текста. Да, и сформированность у читателя, умение находить в тексте информацию, которая изложена в явном виде, делать простые умозаключения на основе этой информации, интегрировать и интерпретировать идею информации текста. То есть, если вот эти базисные умения у ребенка сформированы недостаточно, то, соответственно, ему трудно осмыслить связи формы и содержания текста. Потому что он недостаточно полный и точно ориентируется в содержании. И опять-таки здесь я привела пример того, что ресурс имеется, да, вот конкретно мы говорим об окружающем мире. Итак, например, в теме «Разнообразие животных» рубрика «Домашние задания» детям предлагается поработать с книгой «Великан на поляне», прочитать рассказ «История с пиявкой» и ответить на вопрос, что можно сказать об отношении большинства людей к этим животным, заслуживают ли они такого отношения. Понятно, что эти вопросы на оценку содержания, да, формируем у детей умение оценивать содержание. И в четвертом классе тема «Мир глазами эколога», где, конечно, мы можем организовать работу групповую с детьми, когда дети изучают экологические проблемы, плюс им еще предлагается, чтобы они сформулировали способы решения этой проблемы, а с помощью интернета еще и узнать, как решается данная экологическая проблема. По сути, дети что наши делают? Они работают с несколькими источниками информации, да, и свои выводы, свои предложения они представляют классу, они обсуждают, и в ходе обсуждения как раз-таки они дают оценку. Теперь, возвращаясь к нашей теме «Взаимосвязь международных исследований со всероссийскими проверочными работами». То есть мы с вами сейчас рассмотрели как раз-таки те умения, которые проверяются непосредственно в международных исследованиях. И вот здесь я привела пример задания номер 6 из всероссийских проверочных работ. Почему именно это задание, наверное, вам понятно, потому что оно у детей вызывает определенные трудности. И по началу, когда только были введены в ВПР, учителя ознакомились с формулировками, ознакомились с моделями заданий, было много вопросов. А почему так? Вот теперь, я думаю, вам понятно, уважаемые коллеги, почему так. То есть, наверное, многие вопросы просто ушли уже, их нет. То есть понятно, что есть некая параллель между международными исследованиями и всероссийскими проверочными работами. Давайте ее сейчас проведем. Ответьте на вопросы, какие умения должны быть сформированы у младших школьников для того, чтобы выполнить это задание. Давайте рассмотрим с вами вместе, внимательно, да, это задание. Соответственно, представлено описание опыта, некая иллюстрация, да, и, соответственно, задание, где дети должны сравнить условия прорастания и в каждой строке подчеркнуть одно из выделенных условий, да. Соответственно, для выполнения задания 6.1. Какое умение у детей должно быть сформировано? Умение находить информацию, представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты и процессы, да. Вторая часть задания, когда ребенок должен, по сути, что сделать? Ответить на вопрос и, по сути, как бы сформулировать вывод, да. Как раз-таки вторая часть задания требует умения делать выводы на основе проведенного опыта. И третья часть задания, соответственно, где детям предлагается провести умственный эксперимент, проверяют умение проводить аналогии, строить рассуждения. И мы понимаем, если не будем учить на уроках окружающего мира детей, проводить опыты, то, соответственно, это задание дети наши не смогут выполнить. Не смогут выполнить, да, потому что они даже не смогут представить в уме все шаги этого опыта, всё, что необходимо, какие условия, да, вот для этого опыта. Соответственно, соответственно, обращаясь к нашим учебникам первого класса, и, конечно же, уже с первого класса мы учим детей необходимым методологическим умениям, учим детей рассуждать, учим детей отвечать на вопросы. Вот, например, задание, когда дети рассматривают рисунки, да, и отвечают, что произошло с растениями, почему произошло с растениями, как доказать. И, соответственно, уже в третьем классе дети проводят у нас реальные опыты, да, или мы проводим для детей, а ребята смотрят и самостоятельно делают выводы. То есть, таким образом мы готовим детей к умственным экспериментам. Далее, уважаемые коллеги, непосредственно учебник – это база, да, которая есть и у каждого ученика, соответственно, это некая база, на которую мы с вами опираемся. Но мы понимаем, что детям также необходимо еще и где-то потренироваться, да, то есть потренировать умения, которые они получили непосредственно, и содержание учебника, те знания, которые они получили. Для этого наше издательство, конечно, выпускает различные универсальные пособия. И вот вы видите новинку, новинка представлена на сайте, так и называется, ВПР, да, русский язык, математика и окружающий мир. Итак, уважаемые коллеги, авторы этих пособий, практикующие учителя московских школ, ведущим автором является Елена Васильевна Волкова, председатель Ассоциации учителей города Москвы. Давайте мы с вами рассмотрим эти пособия более подробно. Вы видите на первых страницах «Введение». В «Введении» обозначена цель проведения работ, представлена структура проверочной работы и непосредственно инструкция по выполнению работы. На слайде, вы видите, я взяла задание, задание, значит, где ребята непосредственно демонстрируют свои умения понимать информацию, представленную разными способами, словесно, в виде таблицы, знаково-символические средства. И посмотрите, задание, само ситуация достаточно интересно, где и учитель начальных классов, и дети, да, что они решили сделать, посмотреть выставку. И чтобы выбрать наиболее удачный для проведения день, они изучали прогноз погоды на три дня. То есть задание достаточно такого практического характера. Соответственно, типовое задание соответствует заданию всероссийской проверочной работы. На что еще хочется обратить внимание? В данном пособии приведены критерии оценивания как в целом работы, далее ответы к заданиям и критерии оценивания каждого задания по аналогии с ВПР. Так что, если, например, есть необходимость у ваших детей, если вы хотите снять психологический барьер у ваших детей, когда они участвуют в ВПР, да, или подготовить детей непосредственно, потренировать, то вы можете воспользоваться данным пособием. Следующее, уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание на универсальное пособие, называется «Смысловое чтение. Читаю, понимаю, узнаю». Пособие предназначено для формирования и развития у младшего школьника читательских умений. Пособие состоит из четырех разделов, в которых представлены уроки. В каждом уроке содержатся различные тексты, а на основе этих текстов уже представлены задания разных видов. Вот я привела здесь урок четвертый, да, где, посмотрите, дети изучали дыхание продовика и работали с разными источниками информации. То есть из энциклопедии они выписывали все, что касается этой темы. И детям предлагается достаточно интересное задание. Кто верно выбрал информацию из энциклопедии? И ребята объясняют свое мнение, почему они так решили. Или отметь все органы дыхательной системы. Понимаем, что первое задание на умение сопоставлять информацию, полученную, вернее, содержащуюся в разных текстах. Дальше. Второе задание на понимание смысла прочитанного, умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. А, соответственно, задания четвертое и восьмое – это уже задания на формирование методологических умений. Обращаю ваше внимание на условные обозначения. Также, посмотрите, неизвестные слова детям, они, во-первых, выделены рамочкой, и ребенок может уточнить их значение в толковом словаре, который размещен на сайте издательства. Также дети могут, например, на сайте издательства перейти в раздел «Справочник» или в раздел «Проверь себя». И обращаем внимание, что в особе содержится еще и задание повышенного уровня сложности. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что в завершение уроков детям предлагается рубрика «Подведем итоги», да, а по завершению целого раздела ребенок может проверить свои достижения как раз-таки на сайте в рубрике «Проверь себя». Также хочу обратить ваше внимание на пособие «Сборник метапредметных заданий» для начальной школы. Пособие достаточно интересное, формирует необходимые метапредметные умения у младших школьников. Об этом пособии мы с вами уже говорим не первый раз, и данное пособие можно использовать для подготовки детей к Олимпиадам. Следующее пособие – это пособие серии внеурочной деятельности. Можно выбрать любое направление, скачать с сайта издательства программу по внеурочной деятельности, но мы с вами сейчас заостряем наше внимание именно на пособии «Грамотный читатель» в разрезе нашей темы, потому что как раз-таки данное пособие поможет сформировать все четыре группы читательских умений. И обращаю ваше внимание, также вы можете скачать аудиоприложение к этой книге по ссылке на нашем сайте. Также мы с вами понимаем, что 2020 год – год юбилейный, 75 лет Великой Победы, и мы предлагаем вам книгу «Детям о Великой Отечественной войне». Как раз-таки в этот юбилейный год у нас вышла замечательная книга. «В память о мужественных подвигах, смелости и отваге людей в период Великой Отечественной войны». Уважаемые коллеги, у нас осталась буквально минуточка, поэтому презентация у вас остаётся. Вы можете посмотреть самостоятельно особенности данной книги, также рассмотреть ещё другие пособия, которые мы предлагаем вам, да, и, соответственно, где купить, где приобрести наши пособия. Вы можете в интернет-магазине. Также вы можете кликнуть на вкладочку «Где купить?» и у вас раскрывается непосредственно эта вкладочка. Вы находите свой регион, кликаете на него, и непосредственно выпадает список магазинов, где приобрести необходимую продукцию. И, уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас за участие в онлайн-мероприятии. Сегодня с вами мы провели, конечно, некие параллели между международными исследованиями и всероссийскими проверочными работами. Мне, конечно, очень хочется, чтобы вы ещё раз пересмотрели презентацию, ещё раз осмыслили, возможно, более подробно ознакомились с этими результатами исследований на сайте «Центр ОКО». и по-новому, новым взглядом посмотрели на содержание учебников, дополнительных пособий, и чтобы вы делали правильный выбор для того, чтобы действительно формировать у младших школьников необходимые умения и навыки. Итак, коллеги, желаю успехов вам, творческих успехов в вашей профессиональной деятельности и, конечно, успехов вашим ученикам. Вопросы есть у нас, Света? Вопросов нет. Итак, уважаемые коллеги, ещё раз вас благодарю, спасибо большое. И, конечно, очень хочется, чтобы вы были здоровы, были здоровы ваши дети, ну и, соответственно, были здоровы ваши родные, близкие. Всего вам доброго, уважаемые коллеги. До новых встреч!